Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, автора Мерзиак Полонский и Кер по номерам 427. Нас просят решить уравнение. И вот такое вот оригинальное задание. Потому что эти уравнения представляют из себя сумму чисел, где х это цифры данного числа. Итак, что мы скажем про первое число? В этом числе 1 десяток и х единиц. Поэтому первое слогамо можно записать как 10 плюс х. Второе число, оно двузначное, в нем 2 десятка и х единиц. Будет 20 плюс х. А в результате получили число, в котором х десятков и 6 единиц. Мы это записываем как 10х плюс 6. И давайте мы сразу с вами запишем, что х это цифра. Согласно условию задачи, эта цифра у нас не может быть с вами нулем. Потому что у нас двузначные и трехзначные числа. У двузначных чисел не может быть первой цифры стоять 0. И наибольшее значение х у нас с вами будет 9. Поэтому мы должны получить с вами значение х, натуральное число от 1 до 9. Вот и проверим. Итак, складываем х плюс х. Это 2х. К 10 прибавляем 20, получаем 30. Это мы упростили с вами левую часть. И равно 10х плюс 6. Ну а теперь с х влево, без х вправо. 2х оставляем в левой части и переносим 10х с противоположным знаком. Будет минус 10х. В правой части у нас остается 6. И переносим 30 из левой части уравнения в правую, меняя знак на противоположный. Будет минус 30. От 2х вычитаем 10. Мы этого не умеем делать. Единственное, мы понимаем, что мы от меньшего числа отнимаем большее. Поэтому ставим результат отрицательный. А теперь из большего числа отнимаем, из большего модуля вычитаем меньшее. От 10 вычитаем 2, это будет 8. И дописываем в буквенную часть. Это мы привели с вами подобные слагаемые. В правой части от 6 вычитаем 30. Результат отрицательный. Мы от меньшего числа вычитаем с вами большее. А теперь из большего модуля вычитаем меньшее. От 30 вычитаем 6, получаем 24. Ну и теперь осталось разделить обе части уравнения на коэффициент перед х на минус 8. В левой части минус 8 делим на минус 8 будет 1. 1 умножить на х это х. Это и есть наша цель, чтобы остался 1х. А в правой части минус 24 делим на минус 8. Это будет 3. Итак, корень уравнения полностью соответствует условию задачи. Цифра 3 у нас существует. Ответ. 3. Аналогично будем решать с вами второе уравнение. Итак, что мы скажем про первое слагаемое? В нем х десятков и 4 единицы. Поэтому запишем 10х плюс 4. Во втором числе х десятков и 8 единиц. Поэтому будет 10х плюс 8 единиц. И в результате мы получаем трехзначное число, в котором 1 сотня, х десятков и 2 единицы. Упростим. В левой части 10х плюс 10х это 20х. К 4 прибавляем 8, 12. В правой части 10х переписываем. И к 10 прибавляем 2, получаем 102. 20х оставляем в левой части. А из правой части переносим 10х, меняем знак на противоположный. Будет минус 10х. В правой части у нас 102. И плюс 12 переносим из левой части уравнения в правую, меняя знак на противоположный. Будет минус 12. От 20х вычитаем 10х. Это будет 10х. От 102 вычитаем 12, 90. И теперь осталось обе части уравнения поделить на 10. Х равно 9. Корень уравнения соответствует условию задачи. Цифра 9. Это наибольшая цифра числа. Ответ 9. Ответ 9. Все мы справились с вами с этими уравнениями. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.